Если обоих половых партнеров все устраивает, то почему нет? Если у нас стабильная пара, все мы нестерильны, и если мы постоянно живем половой жизнью, то понимаем, что в принципе, по сути, в большей своей части у нас микрофлора одинаковая. Поэтому живем мы половой жизнью во время менструации, либо никогда ее нет, но это не принципиально. И опять же, половая жизнь во время менструации с точки зрения, то есть все же зависит от пары, но у меня все устраивает, но почему нет? Если это новый половой партнер, то да. Если новый половой партнер, что тогда делать? Может быть, с новым половым партнером в времени менструации не стоит начинать половую жизнь? Это первое. Ну а если уже так сильно надо, то есть презерватив. Минимальный процент женщин, которые начнут отношения с половым партнером новым во время менструации. Ну правда, ну с целью разумности. Он снижается. Это все гормонально объяснимо. Потому что мы понимаем, что у нас есть разные периоды. Да, период менструации, потом период овуляции. И полая либидо увеличивается, повышается. К овуляции. Это все предусмотрено природой. То есть у женщин повышается половое увеличение, тогда, когда у нее созревает яйцеклетка, готовая к оплодотворению. А потом, когда она созрела, она оплодотворилась, либо она не оплодотворилась. Но у нас меняется гормональный фон, и соответственно, все уходит на нет. Продолжение следует...